Приезд Геннадия Андреевича Зюганова Партия власти обусловила целым рядом жутких скандалов, которые я уже не могу даже вспомнить за последние 10 лет Все это когда-то было в эти страшные 90-е годы, в жуткие Потом была какая-то стабилизация Сейчас вот в Иркутске опять вытащили вот этот набор нарушений Особенно вопиющим нарушением, которое возмутило не только жителей Иркутской области, но и граждан России Была блокада нашей делегации на Иркутском рынке Когда группа депутатов Государственной Думы, кандидат в губернаторы во главе с Геннадием Андреевичем Зюановым Пришли для того, чтобы посмотреть работу рынка, поговорить с людьми, выяснить ситуацию А руководители рынка, представители Единой России решили, что Зюганов там митинг будет проводить И для того, чтобы сорвать этот митинг, взяли и блокировали более тысячи человек Опустили шторы, и люди оказались закрытыми в павильоне Значит, с одной стороны, возмущает самоотношение к лидеру ведущей оппозиционной фракции Государственной Думы И депутатам Государственной Думы А с другой стороны, неужели руководители рынка не понимали, что они создали очень взрывоопасную, серьезную ситуацию Касающуюся безопасности людей Потому что огромное количество людей запятого в павильоне А не дай бог что-то произошло, или пожар, или еще что-то И в этой ситуации люди оказались бы заложниками Более того, заложником оказался и депутат Государственной Думы Вячеслав Тетюкин Которого тоже закрыли в этом павильоне Вопрос не только в этом Была большая группа провокаторов, которые пытались устроить массовую драку на рынке и вокруг рынка И только жесткая позиция Геннадия Андреевича Зюганова не провела Не дала возможности провокаторам превратить это в массовую драку в выяснение отношений Значит, удивляет позиция сотрудников местной полиции Которые видели все на то, что происходит И буквально разбежались И только обращение Геннадия Андреевича Зюганова по телефону напрямую к министру внутренних дел Колокольцеву Значит, во многом очень быстро изменило ситуацию И мы за это министру очень благодарны Что он оперативно вмештался в ситуацию Прислал подразделения сотрудников полиции Которые быстро навели порядок На этих выборах партия власти использовала все те грубейшие нарушения закона С которыми мы неоднократно сталкивались То есть это и попытка подкупа граждан Это и карусели, это и попытка вброса бюллетеней Это и блокировка работы наших наблюдателей Это и расклеивание листовок с призывами якобы голосовать за нашего кандидата Но на автомобилях, значит, в других местах Которые наоборот вызывали отторжение у людей То есть чисто пиаровские технологии Наши кандидаты, наши доверенные лица, юристы, которые работали в регионе Направили более 200 жалоб на действия сотрудников и избирательных комиссий И сотрудников штаба, действующего губернатора Ерошенко Избирательная компания в Иркутске показала Что там, где жестко, целенаправленно работает кандидат Где выстроена работа партийной организации Где компартия целенаправленно закрывает возможность любой фальсификации Через механизмы контроля Там можно побеждать Избиратели готовы к тому, чтобы поддержать нашу программу Наших кандидатов Готовы голосовать за социальные, экономические изменения Которые предлагает Коммунистическая партия Российской Федерации Поэтому эта победа, как раз с моей точки зрения Является хорошим стартом для предстоящей федеральной избирательной кампании По выборам депутатов Государственной Думы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова